Библейский портал экзегет.ру представляет Создается такая структура родового общества, Которая будет жить в земле Ханаанской. Оно уже на пороге этой земли стоит. И в 36-й рассматривается Один маленький частный вопрос. На самом деле очень важный. Пришли предводители родов, Происходящих от Галаада, Сына Махира, сына Моисея, Из потомков Иосифа. Я напомню, что вот эти самые Потомки Махира, Они уже выбрали себе участок В земле за Иорданом. В Галааде. И, соответственно, Они уже знают, где они будут жить. Хотя еще завоевание Ханааны даже не началось. Они обратились к Моисею, Также к вождям, главам родов сынов Израилевых. С такими словами. Господь велел тебе, господину нашему, Раздать пожребию землю во владение сынам Израилевым. Ты, господин наш, получил от Господа повеление Отдать на дел нашего родича Сыловха да его дочерям. Но если они выйдут замуж за человека Из другого племени сынов Израилевых, То их на дел будет отрезан от на дел наших предков. И присоединен к на делу этого племени. Так что на дел, полученный по жребию, уменьшится. Когда у сынов Израилевых будет юбилейный год, На дел этих женщин перейдет к племени их мужей, Будет отрезан от на дел нашего отчего племени. Смотрите, значит, у этого Сыловхада не было сыновей. Поэтому, чтобы его на дел не пропал, Вот кто его унаследует после его смерти, Было принято решение, Ну, Моисей его назвал, Хотя это вроде как от Господа, Что его дочери наследуют. Обычно наследовали сыновья, Но в ситуации, когда сына нет, Наследуют дочери на правах сыновей. Но дочь выходит замуж, И земля становится землей мужа. Но если этот муж из другого колена, Из другого племени, То получается, что эта земля Отходит к другому племени. А понимается так, что на делах колена или племен, Они постоянны, Они не переходят, Земля не переходит от одного к другому. Что делать здесь? Когда у сынов Израилевых будет юбилейный год, А это 7 и 7, 49, Вот, соответственно, Сступает следующий юбилейный год, Когда обнуляются долги, И земля возвращается к изначальным собственникам. На дел этих женщин Перейдет к племени их мужа, И будет отрезан от надела нашего отчего племени. Ну, понятно, Мужья получат вот то, Что им причитается. Почему именно в юбилейный год, Не очень понятно. Но, очевидно, Это год такого земельного передела, Восстановления изначального статуса земельных участков. И Моисей по указанию Господа Появил сынам Израилевым. Племя потомков Иосифа говорит правильно. Вот что повелевает Господь По поводу дочерей Силуфхада. Они могут выходить замуж, За кого захотят, Но при условии, Что этот человек принадлежит К одному из родов и ходчего племени. На дело сынов Израилевых Не должны переходить От одного племени к другому. Пусть каждый из сынов Израилевых Держится того на дело, Который достался его отчему племени. Если в каком-либо из племен Израилевых дочь Наследует отцовский на дело, То она должна выйти замуж За человека, Принадлежащего к одному из родов И отчего племени. Пусть каждый из сынов Израилевых Хранит на дело своих предков. На дело не должен переходить От одного племени к другому. Пусть каждая племя сынов Израилевых Удерживает свой на дело. Ну, то есть принцип Главные на дело Принадлежат племенам или коленам. Поэтому, соответственно, Браки должны заключаться так, Чтобы этот принцип не нарушался. Девушка, унаследовавшая на дело, Остается в пределах своего племени, Не выходит замуж на сторону, Чтобы с наделом туда перейти. Дочери Целовхада поступили так, Как повелел Господь Моисею. Все они Махла, Терцах, Угла, Мелька, Айнуа, Вышли замуж за сыновей своих дядей, То есть за двоюродных братьев. Ну, повезло им, Нашлось достаточное количество. Может быть, правда, в оригинале Имеется в виду, Что дядя – это просто близкий родственник. То есть вот где-то они женились В ближнем кругу. Вышли замуж. Они выбрали себе мужей Из родов потомков Моносии, Сына Иосифа. Вот это как раз подчеркивает, Что скорее это были Не лично их двоюродные братья. Ну, сколько может быть Двоюродных братьев Подходящего возраста. А вот какой-то круг Тех же самых родов. Их надел остался За их отчим племенем. Таковы повеления и законы, Которые Господь дал Через Моисея Сынам Израилевым На Муавской равнине У Иордана Напротив Иерихона. Далеко не все Обратим внимание, Что в числах Практически ничего не говорится О десяти заповедях. Они у нас есть в исходе, Во второзаконе И тоже будут повторены. Ничего не говорится О каких-то нравственных законах. Это вот именно Структура общества. Это как все должно выглядеть, Кому что принадлежит, Кто куда идет, Кто за кого выходит замуж. Но это тоже важно. И поэтому книга чисел, Она такая, может быть, скучная. Наверное, самая скучная Вся книга в трезаконе. А книга левит и то веселее. Там какие-то обрядовые правила. А здесь география, имена, Это все никому ничего не говорит. Но главный урок книги чисел. Народ — это сложно устроенное И многоплановое, Неоднородное, но единое общество. То есть в нем Не все подряд. Это не набор индивидуумов, Не какое-то количество людей, Каждый из которых сам по себе. Это очень сложная, Иерархично устроенная система, Которая работает по определенным правилам, Которая сохраняется. Ее принцип, Что вот это все должно воспроизводиться. И которая накануне входа в Ханаан Уже ощущает себя принадлежащей этой земле. Еще они не живут там. Они еще ей не владеют. Но они уже связаны с этой землей. Народ входит на территорию Ханаана Как владелец настоящий. Не пограбить, Не хапнуть, Что там попало. Очень часто люди так это все и воспринимают, Когда они куда-то входят И что-то получают. А они приходят, Чтобы ей владеть этой землей. Чтобы она действительно стала их Из рода в род. Чтобы возникало уже Вот некоторое такое Общество оседлое. И для этого нужно прежде всего Этому обществу понять, Кто они, Откуда, Как. Книга чисел помогает им это сделать. Продолжение следует...